Добрый день, дорогие друзья! Это программа «У Татьяны. Наша песня». Вы, конечно, узнали моего собеседника, но мне так приятно его назвать. Во-первых, мы с ним очень давно не виделись, разговаривали только по телефону, но я очень внимательно слежу за его успехами, за его деятельностью. Это Александр Клевицкий, композитор, заслуженный дитя искусств Российской Федерации, дирижер, главный дирижер Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева, общественный дитя. Александр, еще раз здравствуйте! Ну, так официально, так Александр, привет, Танечка, здравствуй! Наконец-то мы с тобой увиделись, хоть виртуально, но я очень рад. И твоя лучезарная улыбка мне так умирается, она так тепло от нее, и так она согревает мою душу, что наконец-то мы с тобой сейчас сольемся. Задавай вопросы, я привык к тому, что ты задаешь всегда вопросы, и я на них отвечаю. Саша, моя лучезарная улыбка, потому что я вижу тебя, потому что мы знакомы совершенно неисчислимое количество лет, но я не буду говорить сколько, не надо людей пока. Нет, я посчитал, я могу тебе точно сказать, 168 531 копий. Совсем другое дело, теперь хоть я знаю, с кем я разговариваю. Значит, Александр Леонидович, у вас буквально на днях, а программу мы выпустим ровно 1 мая, замечательный день рождения. Вы ведете настолько интенсивную творческую жизнь. Расскажите, пожалуйста, о своих последних творческих событиях. Ну, начиная с 682 года. Ну, я шучу. Ну, действительно, что-то последнее какое-то время, у меня действительно очень много-много всего, и в плане, так сказать, творчества и работы с оркестром, и много, в общем, в общественной тоже деятельности, дел всяких прибавилось. Вот. Очень много было, и предстоит много различных интересных концертов, которые мы с удовольствием сейчас готовимся, с оркестром, какое-то количество концертов уже отыграли. Из самых таких знаменательных, на которые я хотел бы и наших друзей, и интересующихся пригласить, значит, ближайший концерт у нас, который мы очень тщательно готовим, будет 18 мая в Московском доме кино. Концерт будет посвящен в этом году. У нас такой, да, у нас есть такой цикл, поскольку я являюсь членом правления Союза кинематографистов, и у нас есть такой ежегодный цикловой фестиваль, который, не фестиваль, а концерт. Каждый год мы делаем такой концерт, это называется «Хиты на все времена». И единогласным, значит, голосованием правления в этом году мы решили этот концерт посвятить памяти нашего друга, ушедшего, талантливейшего, в общем, прекрасного русского композитора Эдуарда Артемьева. Вот, и этот концерт мы очень тщательно готовим, потому что, ну, не секрет, что я с ним очень дружил, мы его, так сказать, постоянно были на связи, общались, и я считаю его одним из моих учителей. И, конечно, это большая утрата, и его так не хватает, всегда к нему можно было обратиться за советом и показать какое-то свое сочинение, посоветоваться и так далее. Сегодня, к сожалению, этого уже сделать нельзя. Но то наследие, которое он на нас ставил, и мне в жизни повезло, посоветовало, потому что я сыграл несколько его творческих концертов с оркестром, и один из выдающихся этих концертов был в зале имени Чайковского Московской филармонии. И та программа, которую он составлял собственной рукой, в общем, собственно, мы ее сейчас и хотим повторить, потому что именно он сам составил вот эту программу, которую мы вот 18 мая будем играть. Следующий концерт у нас прям подряд пойдет. Следующий концерт будет 1 июня. Дело все в том, что я недавно пригласил к нам в коллектив, и мы приняли на работу очень талантливую певицу, Софью Анопченко, которая стала финалисткой программы «Голос», которая шла на Первом канале. Это очень талантливая певица, и она облилась со своим огромным багажом, и у нас будет очень большой концерт, посвященный ее творчеству. Ну и в составе этого концерта включены несколько моих песен, которые у нас радостью согласились взять свой репертуар и поют. И вы знаете, в общем, я очень большое количество лет посвятил такой певица, как Анна Резникова, которая действительно очень была яркая, талантливая, она уехала в Израиль. И, к сожалению, мы стали старше, и уже те песни, которые были написаны, как бы, ну, что там говорить, наверное, эстрада и популярная музыка – это удел молодых. Ну, короче говоря, Соня с радостью взяла в репертуаре все песни, которые пела Аня, и они у них здорово очень получаются. По-частному она мне даже чем-то Аню и напоминает, но со своими какими-то, вот, со своим отношением, со своими нотками и так далее. Ну, и там будут не только, естественно, мои песни, а и будет много различных дуэтов. Вот, и будет дуэт с Светерой Бериашвили, будет, да, дуэт с Евгением Кунгуровым. В общем, мы что-то посчитали. Сейчас все, не буду перечислять, но там, по-моему, посчитали, по-моему, чуть ли не девять дуэтов будет, что, конечно, украшает концерт. Следующее, это вот 1 июня, 4 июня у нас будет выступление на Красной площади. Дело все в том, что в этом году исполняется 110 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хреникова. И, ну, вы это знаете, но мне в жизни, в общем, очень повезло, поскольку я работал под его управлением, так сказать, как бы вместе с ним, под его началом в Союзе композиторов Советского Союза. Я бывал на всех заседаниях, значит, вот, как же это тогда называлось, не правление, а... Секретаря. Да, это называлось Секретаря от Союза композиторов Советского Союза. И я застал еще Сверидова, Ишпая, которые сидели за столом, Пахмутова Александра Николаевна, Саульский Юрий Сергеевич, молодой еще тогда совсем Саша Чиренковский, который мой друг очень большой, тогда был молодым секретарем вот этого, значит, органа. И, значит, вот поскольку 110-летие, программа на Красной площади будет посвящена творчеству Тихона Николаевича Хреникова. И мне попали сейчас вот эти партитуры, написанные им еще в те годы, этих замечательнейших просто песен, этих замечательных вальсов, которые он написал. Но вот так приятно прикоснуться. Вот мне, вот вы знаете, прямо тепло такое от этих, от этих нот исходит, вот от этих пожелтевших уже партитур. Но честно, вот я вам честно могу сказать, это вот старая эстетика, в ней что-то вот такое заключено, что невозможно просто вот, вот не, как бы тебя вот охватывает, охватывает просто вот какое-то чувство. Я бы сказал, даже, может быть, чувство какой-то, может быть, гордости вот за ту страну, в которой мы с вами тогда жили. Это настолько пронизано все вот, вот, с одной стороны советскостью, с другой стороны русскостью, понимаете. Вот мы здесь, можно так сказать, очень-очень-очень приятно это играть. Вот, значит, это 4 июня. Значит, 13 июня у нас будет большой концерт в Большом Зале Консерватории, значит, в рамках фестиваля «Рожденные Россией». И, значит, наверное, вот в этом концерте, в Большом Зале Консерватории, должна прозвучать первое отделение «Моя симфония», которое написано, которое называется «Двадцать первый век, борьба продолжается». И я попросил эту симфонию продирижировать моего большого друга Александра Соловьева, который профессор консерватории, ректор Российского академии, как он называется, Российского хорового училища, вернее, Академии хорового искусства. Вот он, ректор Академии хорового искусства и художественного руководителя, главный дежурок Камерного хора Московской консерватории. Вот, ну вот он очень-очень, ему нравится моя музыка, он хочет продирижировать эту симфонию, пускай это будет. Вот, и также мы с лауреатом конкурса Менчаковского Дмитрием Манищевым только сыграем, мы сыграем всем, господи, Суитут Сфасмана, вот извините, я уже много чего-то пересел, Суитут Сфасмана мы сыграем. Вот, и во втором отделении, во втором отделении будут какие-то более мелкие сочинения, это будут какие-то песни, это будет какая-то инструментальная музыка, но у нас там большой репертуар, так что мы выберем самое-самое лучшее. Значит, через неделю, практически 21 июня, у нас будет большой концерт в концертном зале «Меридиан», который называется «Территория диска», где мы сыграем лучшие хиты таких знаменитых групп Аба, Бонием и все, что было вокруг, то есть этот концерт будет посвящен такой танцевальной музыки 70-х, 80-х годов. Такая как бы дискотека вот тех лет. Но мы выбрали произведения, очень-очень узнаваемые, мелодичные, которые просто нравятся всем. Вот, и сезон мы заканчиваем 5 июля, где состоится там же в культовом центре «Меридиан». Там будет концерт, большой творческий вечер. Анна Бутерлиной, которая является солисткой нашего оркестра. И Аня прекрасная джазовая певица. Но, как выяснилось, придя в наш оркестр, что она просто исключительно здорово поет популярную музыку. Совершенно ничуть не хуже, чем она поет джаз. Вот. И вот такие планы чисто вот, значит, оркестровые в моей работе. Параллельно, конечно, я веду еще и композиторскую деятельность. Под дело все в том, что мне вот исполняется 69 лет, 1 мая. И следующий год у меня получается, в общем-то, вот юбилейный, да. Вот я должен подготовиться к своему юбилею. Поэтому у меня в планах вот за какое-то, может быть, даже достаточно быстрое время написать какой-то ряд еще каких-то сочинений, которые бы я хотел освежить, так сказать, в своем портфеле для того, чтобы показать их вот уже на своем 70-летнем юбилее, который, конечно, наверное, нужно было будет организовать. Вот. Я об этом уже думаю. Плюс, конечно, идет у меня очень большая общественная работа, поскольку я возглавляю Российский музыкальный союз. Мы сейчас организовали, и вот с 1 мая мы начинаем собирать заявки большой, конкурс такой патриотической песни. Вот. И в составе жюри будет много известных, так сказать, деятелей культуры, музыки. Вот. И в том числе ваш похоронный слуга тоже. В это жюри меня пригласили. Вот. Я с удовольствием туда войду. Плюс, конечно, идет большая работа во вновь, так сказать, образованном общественном совете при Министерстве культуры, членом которого я стал. Вот. И постоянно, значит, наши руководители этого совета присылают, так сказать, предложения, просят от нас, чтобы мы были активнее, чтобы мы тоже предлагали свои предложения для того, чтобы можно было это обсудить с целью улучшить ситуацию в нашей культурной среде. Вот. Ну, есть еще много всяких текучек, так сказать, дел и так далее, но в основном я вам рассказал. Такая жизнь. Александр, мне приходилось писать о вас. Много бывало на ваших концертах. И я, конечно, не могу одним словом охарактеризовать вашу деятельность, но мне всегда казалось, что это какая-то необыкновенная динамичность. И вот сейчас вы рассказали о том, что произошло, ну, буквально в последнее время, и то, что намечается. И я должна сказать, это какой-то огромный творческий, стилистический диапазон. А вот скажите, пожалуйста, вот положа руку на сердце, ваш оркестр сейчас отвечает всем вашим внутренним представлениям. Ну, вы знаете, мне так кажется, что мне удалось за какое-то, достаточно, может быть, большое количество лет, все-таки, уже более 15 лет, и я руковожу оркестром, потому что я пришел в Российский государственный музыкальный телерадиоцентр в 2006 году и начал работать. И уже тогда я начал работать с этим оркестром. Я еще не был тогда, не назначил был главным дирижером, так сказать, и художественным руководителем. Я был назначен через год, в 2007, хотя свою деятельность начал еще в 2006. Вот. Поэтому, если, так сказать, все это суммировать, то получается достаточно большое количество лет я уже руковожу этим оркестром. Были разные периоды, были разные, так сказать, и в моей жизни, так сказать, в моем состоянии были разные периоды, потому что я пришел в оркестр, в общем, уже достаточно известным композитором. Но как дирижер я был, в общем, хотя у меня был опыт работы, поскольку я создавал, вы знаете, у меня была программа, когда такая лестница в небо, в которой я сам создал свой оркестр, тогда маленький. Вот. И какой-то опыт у меня был, когда мне достался этот огромный коллектив с огромными возможностями, но и с большими бедами, он мне достался от моих предшественников, в общем, в таком плачевном достаточном виде. Вы знаете, вот за эти годы мне удалось стабилизировать все. У меня сегодня работают, ну, просто потрясающие музыканты, которые, за которых держусь я, и которые держатся за меня. И у нас сложилось такое, как я называю, что была одна статья, которая так и назвалась, по моей фразе, которая сказала, действительно, у меня такой роман с оркестром, понимаете, у нас такая взаимная любовь, понимаете. И за счет этого ребята действительно очень здорово сыгрались, и мы сыграли на оркестр, и мы здорово сегодня звучим, я прямо вот выхожу, дирижирую, и вот, знаете, я иногда на своих концертах присутствую не только в качестве дирижера, но и в качестве слушателя. Вы знаете, я получаю огромное удовольствие от того, как играет мой оркестр сегодня. И я забываю о том, что это сделано, может быть, на репетиции самим мной, понимаете, все, я как бы вот, ну, считайте, что я купил самый лучший билет, я стою впереди оркестра и получаю самое большое удовольствие, понимаете. Вот. Плюс, конечно, тот огромнейший репертуар, который мы в течение каждого сезона играем, в разных совершенно, даже в разных стилях, поскольку вот то, что я вам перечислил сейчас, все вот эти концепты, обратите внимание, насколько они все разные. Здесь и песня, с одной стороны песня, с другой стороны симфония, то есть совершенно другой академический жанр, вдруг джаз. То есть, понимаете, мы такие всеядные, но эта всеядность, она не в ущерб качеству происходит, понимаете, потому что мы в каждому жанру музыкальному, в каждому стилю музыкальному, в который мы играем, мы относимся очень скрупулезно и стараемся достигать неопределенные, так сказать, свои высоты для того, чтобы это было действительно вот так, как это положено. То есть, это должна быть абсолютная музыкальность, абсолютная логичность, вот, и, конечно, очень сыгранность, понимаете, то есть, я очень рад, сегодня очень, очень много красивых лиц в оркестере сегодня, молодых, красивых лиц, на которых просто очень приятно даже смотреть. Александр, и вот, ну, не то, что параллельный, по-моему, абсолютно взаимосвязанный вопрос, а вы говорите о том, что к 70-летию надо обновить творческий портфель, ну, какие-то замыслы уже есть? Ну, замыслы, замыслы есть, есть желание, есть очень большое желание, вот, я надеюсь, сейчас, когда мы в июле закончим этот сезон, у меня образуется какой-то, мы уйдем в отпуск, и будет какое-то время, мне бы, конечно, очень хотелось написать еще симфонию, я-то, кстати, недавно написал новый концерт, я написал, если вы помните, я написал концерт, для флейты, концерт для, для полторной, я написал концерт для фортепиано с оркестром, вот, сейчас, да, новое сочинение, я написал концерт для габоя с оркестром, вернее, назвал так, концерт для габоя и оркестр, потому что они в равной степени, так сказать, там участвуют, вы знаете, мне, я написал концерт для габоя с таким удовольствием, я, ну, вы меня очень много лет знаете, поэтому, так сказать, вы знаете, что если я какой-то идеей заражу, я очень быстро ее воплощаю, вот, с габоиным концертом получилось тоже, то есть, я только успел, так сказать, начал, так сказать, стал вопсет, только начал, вдруг, вот, как он у меня уже закончился, очень быстро, то есть, я работаю очень быстро, если мне идея понятна, я понимаю, что нужно сделать, и так далее, то, как-то это рождается быстро, и я хочу сказать, что, вы знаете, я, как вы знаете, Татьяна Константиновна, Танечка, как ты знаешь, я совершил геройский поступок, да, я в 68 лет закончил Московскую государственную консерваторию, отчего, так сказать, моя гордость, прямо вот она во мне сидит, что я выпускник Московской государственной консерватории, это нужно было сделать, наверное, лет 45 назад, там, или 40, вот, но, так в моей судьбе произошло, что у меня было хоровое высшее образование, но не было дирижерского синфонического, образования, мне просто вот, ну, так хотелось его получить, вот, ну, и я очень, я здорово не жалею, что так получилось, потому что я, учась в консерватории, действительно, очень какие-то, да, такие дыры, что ли, которые у меня были в образовании, я их заполнил, вот эти клеточки, которые, которых у меня, вот во мне, так сказать, были пропущены, и поэтому, вот, та музыка, которую я, которую я наслушался, да, музыка, самых различных направлений, самых различных снили, и так далее, и вот эта тенденция, которая произошла еще вот с начала 20 века, развилась к середине, и она, в общем, долго-долго, практически целый век она уже существует, эта вот музыка таких диссонансов, да, она настолько мне приела, настолько мне надоели диссонансы, честно говоря, что мне захотелось консонансов, понимаете, вот эта острота, вот эта перченая музыка, она классная, я ее очень люблю, понимаете, ее интересно слушать, еще интереснее ее играть, но все-таки, когда слушатель приходит, это вот мне так кажется, когда слушатель приходит в зал, то все-таки, особенно если это не подготовлено, ну, если подготовлено, понятно, да, он знает, на что он идет, а часто люди покупают билеты, вот я приехал первый раз в Москву, и я никогда не была в Московской консерватории, говорят, что там замечательный, красивый зал, так сказать, и все, надо купить билеты, покупать билеты, приходит на концерт, понимаете, а там ей играют, так сказать, я не знаю, там, Лиди, там, или Хиндемид, или Белл Барток, понимаете, и у человека не понимают, куда он пришел, он для неподготовленного уха, ну, мы с вами понимаем, на уровне чувства, это интересно, да, но на уровне понимания никакого, да, вот, поэтому, я поставил себе задачу, даже в этом габойном концерте, я написал такую человеческую музыку, для того, чтобы было приятно это играть, и исполнителю, а если исполнителю приятно играть, то и слушателю будет приятно ее слушать, вот такая у меня была задача, я очень давно хотел это сделать, и я это сделал, и мне кажется, у меня такая, ну, не знаю, мне кажется, что это будет приятно и слушать, и играть, вот, ну, пускай не обижаются те, кто любит авангард, я тоже люблю авангард, но, мне кажется, что сегодня, сегодня уже нужно все совмещать, чем больше знаешь, тем более, чем больше умеешь, тем, тем, больше ты можешь, имеешь возможность, так сказать, применить свои знания и так далее, причем, я вам могу сказать честно, что музыку с консонансную, если так можно сказать, да, писать, может быть, даже сложнее, чем, понимаете, за диссонансами легко, легко закрыться, а ты попробуй все-таки в консонансе, напиши-то какую-нибудь красивую мелодию, такую, чтобы она была не банальная, чтобы она нравилась, понимаете, и не прикрывайся ты вот за этим, не перчи ничего, попробуй, это очень сложно, это сложнее гораздо на самом деле. У меня вопрос, который я не могу не задать, вы не боитесь, что нейроссель, искусственный интеллект, все-таки заменит композитора, вот-вот уже. Боюсь, если честно, то очень боюсь, потому что, ну, он давно существует уже, в Таня, у меня что-то замерло, замерло твое, это самое, изображение. Ну, это ничего страшного, потом появится нормальное. А, значит, да, я боюсь очень искусственного интеллекта, потому что, ну, как сказать, тут мы в неравных совершенно оказываемся условиях, понимаете, потому что искусственный интеллект, это программа, которая, так сказать, знает, ну, просто вообще все, то есть все, все, что в мире существует, в области, в какой-то области, например, есть в области музыки, она знает все, в нее зашито все полностью, все музыкознание человечества за все времена, понимаете, и эта программа, она умеет анализировать, она умеет импровизировать, может, и так далее. Я не знаю, мне кажется, что это очень, очень, очень для нас, наверное, будет большой бедой. С другой стороны, не знаю, насколько это будет одухотворено, но с точки зрения интеллекта, это может быть очень, 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 так сказать, вот такая штука серьезная. Если этот искусственный интеллект будет просто как помощник, ну, да, ну, мы с вами знаем уже сегодня примеры, когда программа с искусственным интеллектом, там, она пишет уже там доклады, она пишет какие-то отчеты, там, рефераты и так далее, понимаете, но ничего не стоит в музыкальной программе делать то же самое в музыке, понимаете, то есть писать симфонии, там, квартеты и так далее. Это, есть такая, честно, есть такая опасность, есть. Сегодня, кстати, сегодня уже существуют многие программы, как бы сегодня они пока помощники, которые сами могут, там, аранжировку быстро сделать, там, и так далее, и причем на очень высоком качественном уровне, вот, еще не совсем до конца, вот, как бы, все-таки сегодня еще аранжировщики пока могут сами делать, но уже очень близко подбираются вот эти программы, которые делают вот такие аранжировки сами. Ну, я все-таки надеюсь, что мы юбилейный концерт послушаем ваш, а не... Я тоже так. Я тоже. Композитора, которого мы любим, сочинение которого мы ждем, и, конечно, я поздравляю с днем рождения, и все мы ждем с огромным интересом, как будет отмечен юбилейный. Да, ну, надо сначала дожить, надеюсь, мы доживемся до этого, вот, спасибо большое, но вот будем, будем готовиться. Я желаю всего самого доброго, самого лучшего, огромнейшее спасибо. Спасибо, Танечка, очень-очень тебя люблю, ты замечательный музыковед, ты замечательная моя подруга, дай Бог тебе здоровья, руку, чтобы больше никакую не ломала. И чтобы вышла наша книга. Да, да, это тоже у нас с тобой, кстати, вот юбилей надо подумать. Вот, все, обнимаю, спасибо всем, 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 всем огромный привет, всем коллегам, всем, всем неравнодушным, всех обнимаю, спасибо, пока. Спасибо, пока.